В рамках 11 городского форума «Время настоящее» проводится областная выставка презентации республиканского проекта «100 идей для Беларуси». Молодежь Витебщины презентует свои идеи, чтобы мы ознакомились с ходом реализации, возможно, подсказали, как в дальнейшем и двигаться. Со времен действия проекта, а это конец 2011 года, в адрес оргкомитета поступило уже около 100 заявок, из них 20 заявок уже запатентованы официально. То есть можно сказать, что из идеи они воплотились уже в конкретное дело. Театр на колесах «Экобус» — это инициатива ребят из Витебского района, которые ездят по школам сельским. И я рассказываю действительно, как правильно сберегать и бережно относиться к природе, к имуществу. По энергосбережению очень много материалов хороших у них разработано. Плюс семейный клуб. Очень интересный проект — семейный клуб «Вуслянка». Там, где ребята-волонтеры помогают своим друзьям, студентам, имеющим семьи, воспитывать детей. И когда им нужно идти на бары, на занятия, они приходят, нянчатся. И действительно, такое очень важное семейное воспитание. Много научных разработок, которые сейчас мы будем после областного этапа презентовать на уровень Национальной Академии Наук Беларуси. И действительно, мы считаем, что можно запатентовать на уровне Беларуси хорошие идеи наших студентов. В предмаме представлена автоматизированная система удаленного мониторинга тепловых пунктов. Существовала вообще проблема, да и на данный момент она существует, что работники ЖКХ каждый день ходят и снимают показания с тепловых пунктов. И поэтому здесь можно выделить недостатки. Это, во-первых, ручной сбор данных, это может быть наличие ошибок. Также здесь можно выделить недостаток, то есть мы не можем быстро реагировать на нештатные ситуации. Данная система позволяет осуществлять автоматический сбор данных с тепловых пунктов. Также позволяет нам быстро принимать верные решения в аварийных ситуациях, быстро реагировать, если был пожар на объекте. И все эти нештатные ситуации фиксируются дозвоном на мобильный телефон диспетчера. Система позволяет использовать, она основана на GSM, GPRS, мобильной связи. Данные поступают на сервер и, соответственно, диспетчер может формировать отчеты по данному объекту. Также возможен учет всех приборов на тепловом пункте и автоматизированный сбор данных. Продолжение следует...